друзья я вадим open yoga open yoga класс а преподаю открытую йогу в подмосковье open yoga class.com бесплатно интернет йога курсы платное углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском а вот очередной эфир онлайн осваиваем все вчера тяжелый день был опять чисто физически приходилось пришлось бетонировать сегодня тоже перед практикой занятия йоги обеденной решил прогуляться вчера было много приключений сейчас могу даже показать что вчера что вчера было сделано чудесного сейчас разверну я значит так как чужун поворачивается а вот он вдруг откуда-то значение откуда-то друзья строят дом в них образовалась где-то примерно больше чем пол куба бетона значит и надо было срочно его как-то использовать а тут вот как раз надо было одну вещь забетонировать и пришлось в таком срочном порядке делать опалубку из первых попавшихся каких-то материалов там утеплитель и заливать его поэтому нагрузка достаточно серьезная бетон таскать и быстро-быстро значит все что-то делать но вот и вся наша жизнь такая давайте опять я разверну ракурс на себя вообще надо попробовать такой телефон где с 2 2 камера одна показывает того кто говорит а другая куда он смотрит надо владеть такой тоже технологией вот и поэтому иду прогуливаться вот смотрю бетон схватился не схватился все ли все ли окей вообще вот такая вот плата за счастье преподавать йогу надо еще уметь заниматься буквально всем на свете то есть и все так удивляются значит а вот она жизнь обычная жизнь где надо уметь буквально все делать моя любимая тема я все спрашиваю за что нам такие вот в бывшем ссср испытания ну вечно все не слава богу ну только что за там одно сделается другое выползли вот и я вот для себя все таки объяснение ищу что значит это такой большой отряд космонавтов проходят спец спец подготовку надо и в науке разбираться и если надо что-то забетонировать и если надо там какую-нибудь теоретическую физику с математикой значит и изучить то есть по полной программе во всех во всех видах деятельности надо себя проявить ваш представьте прилетели вы куда-нибудь на марс ну и чего там во что-то сломалось сейчас народ идет куда машина сломалась на сервис старые добрые времена моего советского детства не было сервис сам лезешь под машину сам ее ремонтируешь и это считалось нормальным вот ну а потом пошло разделение труда что безусловно с одной стороны очень хорошая вещь потому что все получается эффективнее с другой стороны если вы оказываетесь какой-то крайней ситуации то фактически ваше выживание будет зависеть от той вашей универсальности которой вы обладаете поэтому даже ученые нам говорят насчет эволюции насчет тела человека его устройства по сути дела она универсальна за долгие там тысячи лет жизни телах людей а до этого миллионов лет жизни в телах животных чего только мы не не то не натерпелись чего только мы не натерпелись и вот то что сейчас представляет из себя наше тело наше чувство в общем вся все структуры наши но по сути дела сконцентрированная история наших предков поэтому не просто у вас там руки ноги голова не просто у вас какие-то там желания или нежелания не просто умение или неумение это все то с чем сталкивались наши все предки и вырабатывали соответственно универсальное решение вот мы в себе таскаем набор этих инструментов с этой точки зрения все практики йоги такие как хатха йога крия йога йога простирания пранаяма йога в общем все это значит такие вот как бы проверки всех инструментов то есть где-то там лежит ключи так ага загляни сотри пыль все ли на месте пошевели работает ли не заржавела а все и так вот надо фактически с какой-то периодичностью все делать и вот эти вот комплексы упражнений йоги она они на то в общем и рассчитан а если вы долго что-то не задействуете то фактически ну во первых вы испытываете дискомфорт потому что есть такая возможность есть там какие-то наши возможности а мы не двигаемся мы сейчас все больше на машинах ездим пешком вообще не ходим ну и соответственно идут болевые сигналы и хорошо если идут болевые сигналы вот дедушка дуб всегда мимо него прохожу так со трансляцией идиот вот поэтому относиться надо к практике йоги в том числе и таким образом плата за поддержание универсального механизма который называется наше тело чтобы им пользоваться нужно его держать в порядке если долго вы его не используете накапливаются проблемы усугубляются все процессы и мы раньше времени выходим из строя вот открытый конечно же вопрос а сколько может прожить человек то есть вот какой период жизни но на самом деле знаете это не проси долгой жизни проси легкой смерти вопрос даже в другом а как вы эти годы проживете ну то есть вот с одной стороны смысл бытия вопрос а с другой стороны даже если у вас бессмысленное бытие это две большие разницы жить в бессмысленном бытие и наслаждаться радостью естественной от существования и или наоборот жить вот в этом скотском и ведь и не еще при этом страдать вот хотелось бы конечно бы радоваться йога нам об этом и говорит четыре принципа четыре цели жизни куда одна из целей входит как принцип камы или принцип законных наслаждений то есть это неотъемлемая часть нашего бытия так вот вопрос стоит даже в первую очередь не о продлении ну в общем то достаточно и так длинной нашей жизни в первую очередь о качестве этой жизни и тут вот приходится каждый день шевелить себя шевелить все структуры чтобы не заржавели тогда чувствуешь себя хорошо забыл пошевелить сперва накапливается задолженность затем накапливаются болевые сигналы от этой задолженности побуждающие нас шевелиться ну а если мы их пренебрегаем пренебрегаем мы имеете болевые сигналы уходят на второй план мы их вообще воспри не перестаем воспринимать его тогда начинается самое неприятное мы перестаем ощущать свое тело и на ну и она в общем деградирует гораздо быстрее вызываю уже проблемы в других зонах болевых которые ну собственно пока еще работают люди которые приходят на занятия йогой жизнь заставляет как правило когда люди приходят когда прижало вот это очень тяжелый случай потому что ну начнем того что если есть какие-то проблемы надо к врачам идти ну а врачи иногда смотрят на пациента и понимают что проблемы то у него в общем-то с головой точнее с образом жизни и они направляют этого пациента к йогам вот и вот приходит такой человек в зал и как ему преподавать йогу все классические объяснения о том что вся йога внутри вас раскройте ее внутри себя почувствуйте гармонию и прочие 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 вещи звучат для такого человека форменными благоглупостями так идет трансляции я не вижу о идет даже кто-то смотрит вот форменными благоглупостями он еле приполз преодолевая страх потому что все таки до сих пор отношение к йоге ну хорошо как не к секте какой-нибудь вот а тут ему говорят почувствуй себя почувствую радость он себя смотрит и видит депрессию он себя смотрит и ощущает боль дискомфорт что настолько запущено тело что ни о каком методе вот таких ощущений это мощнейший метод метод энергии речи быть не может другой подход когда слишком уж ретивый преподаватель начинает какую-то макробатику крутить вместо йоги и вот представьте человек который тело своего не чувствует а ему что-то дают сложное вот то есть понятно что толку из этого ничего не будет никакого почему еще хуже становится вообще не понимать что происходит вот поэтому вот этот вот способ преподавания йоги это я ну это даже не наука это искусство то есть а к сожалению у нас как бывает народ который сам занимается даже долго занимается они забывают такую вот вещь которая во всех трактатах написано или во всяком случае дух этот в любом значит йоговском вменяемом руководстве что заниматься для себя изучать йогу для себя и изучать йогу чтобы преподавать ее другим это две совершенно большие разницы иногда что создается впечатление что это вообще два мира вот но кто же изучает то йогу для других все изучают йогу для себя а потом в надежде преподавать ее точно так же как для себя для других то есть поэтому обучение на преподавателя йоги очень долго и здесь дело не в том чтобы там научить человека на шпагат садиться или какие-то сложные позы делать самому или учить сложные позы других делать сколько в том чтобы он понял саму философию всего происходящего в этом мире что каждый человек уникальная вселенная и нужен подход каждому но с другой стороны нету ресурса чтобы каждому был подход конечно же я бы хотел чтобы гуру с гималаев прилетел ко мне значит на вертолете и лично меня учил йоги бесплатно желательно еще вот но вопрос что на всех гуру с гималаев не хватает тем более чтобы учить бесплатно и хвала конечно западной цивилизации в том что появилась возможность сразу же преподавать йогу для массы больших людей которые в общем то обычной жизнью живут то есть настолько сильно развилась наука цивилизация что возникли экономические возможности то есть то о чем все забывают как правило что и же индии ну сейчас индия конечно бурно развивается и она сейчас станет сверх страной мы всех там удивляемся китай китай подождите еще сейчас индия покажет вот вопрос том что вот это вот задача преподавателя йоги нести в его массы она в том числе и экономическая задача как вам зале преподавать чтобы преподаватель концы с концами мог свести заработать все на кусок хлеба с одной стороны с другой стороны чтобы людям стоимость значит таких занятий было посильно по карману вот а с третьей стороны люди то ограничены поэтому допустим длительность занятия йогой она регламентируется арендой того зала в котором вы преподаете йогу все расписано опять же все экономически упирается и вот найти такую вот такое сочетание совершенно нетривиальная задача для современного мира то есть тут еще помимо того что человек должен заниматься йогой сам уметь преподавать йогу другим должен еще разбираться вот во всех этих хитросплетениях как ее преподавать группе людей которые приходят совершенно разных людей у каждого каждый по-разному имеет какие-то свои задачи проблемы по-разному себя ощущают вот и как вот провести занятия чтобы все были довольны или ладно хотя бы чтобы не навредить понимаете это вот это вот с этого все начинается вот быть эффективным и полезно вот отсюда вот приходит это универсальность разбираться надо буквально вовсю ну а потом кто этим будет заниматься самая первая конечно идея на западе было давайте конвейер сделаем гениальное изобретение автомобиля штамповал по всему миру сейчас работают конвейеры сделаем такие строго определенные процедуры на собачьем этих преподавателей и будут они значит для какой-то большой мега йоговской корпорации в кавычках деньги зарабатывать и вот столько сколько раз пытались это сделать столько раз был провал по одной простой причине что она не масштабируется йога она ее нельзя поставить вот на такой поток она начинает для потока очень дорого стоить но самое главное сама вот это вот тонкость преподавания йоги она не только физическая она еще я не побоюсь этого слова тонкая составляющая ментальная эмоциональная в результате у каждого преподавателя остается только его круг общения и эти люди ходят исключительно на этого преподавателя и попробую этого преподавателя замени на кого-то другого люди начинают разбегаться вот это вот кстати одна из защитных составляющих что йоги то есть что йога она мелко травчата денег как айтишники вы зарабатывать на ней не будете ну а если кто-то будет зарабатывать то это скорее будут единицы вот но свой конечно как показывает опыт запада кусок хлеба с куском масла вы на него то вы заработаете но вот попытка потом капиталистически перестать работать и нанимать других чтобы за вас работали вот тут вот она начинает серьезно пробуксовывать вот это механизм защиты йоги вот у нас на курсах по подготовке преподавателей обычно говорю ребята если бы это было не так вас не было бы в йоге уже поверьте этих дельцов с агрессивной навязчивой значит вот этой вот маркетинговой программой их больше чем достаток каждый год вот в бейте в интернете чего-то вас там вас будут зазывать вам вам будут обещать какие-то заоблачные зарплаты там и прочего прочего что мягко говоря не совсем корректно то есть это все настолько индивидуально вот вот и получается такая вот как бы с экономической точки зрения ничейная территория которых исключительно хватает для тех для кого йога это образ жизни то есть вот такие профессиональные преподаватель ну я под профессиональными называю тех кто кормится с преподавания йоги вот что эта область неинтересна для зубастых акул капитализма всех этих бизнесменов всех этих вот сейчас просто их кишма кишит они злые молодые голодные только и ждут подходящего момента раскрутиться если вы злой молодой голодный идите войти вот войти бизнес он еще долго будет расширяться и там еды хватит всем на йоге конечно такие амбиции не удастся реализовать и еще раз это спасение йоги вот это вот тоже в голове надо держать когда вы собираетесь преподавать йогу или и сохранять весь этот мир мир противоречий чуть чуть в одну сторону что-то изменишь как вылезет в другом ну и вот и мы сегодня все про универсальность тела что если вы преподаватель йоги вы должны быть универсальным то есть надо будет в зале помыть придется мыть надо будет там как это на ресепшн деск стать знаете в йога центрах всегда основная такая большая загвоздка персонал увольняется особенно летом все вы пришли преподавать йогу в йога центр а там беда сотрудник уволился ушел войти точнее нет он уехал сперва в индию медитировать а потом он сказал что он пойдет войти после медитации а у вас занятия и что делать ну значит сами станете не вспоминаю свою свою эту самую историю преподавания йоги однажды я проводил семинар в подвале пятиэтажного дома аренда была такая и за день до семинара прорвало канализацию и затопило хорошо не весь этот не весь этот подвал затопило всего лишь небольшую часть но поверьте и запаха что называется и фактуры было более чем работу ну чё делать закут закатив рукава пришлось дерьмо это значит это самое вычерпывать ведрами потом это все мыть там проветривать а я ну собственно богатая жизненная ситуация из бизнеса ушел так вот это вот дерьмо вычерпываю и думаю про себя вот же ж блин а сейчас бы как это как белый человек бы там вот а потом значит нашел трактаты кое-какие сохранились такие описания жизни йогов и егинь и ходом читаю примерно такую же ситуацию что там эти ученики сидят и там с умными поучениями а гуру буквально там по щиколотку в дерьме готовит значит для для всего этого подходящая особенно вот в тибете кстати почитайте тибетские в тибете эта литература она наверно там лучше просто сохранилась и они тибетцы они так вот по откровения значит по честнее я бы сказал даже вот найдите там жизнеописание тилопы значит там преемственность учителей тилопа наропа марпа милорепа ну и так далее там этих рассказов я вам передать не могу сколько вот и понимаешь да не в древности то же самое было вот то есть хочешь преподавать йогу будь универсален так ну что прогулка моя как всегда видите вот после тяжелой физической работы так же как и после тяжелой умственной работы иногда нужно переключиться и небольшие прогулки 10-15-20 минут особенно когда вы куда-то выходите не дома сидите что дома какие-то все эти связи ассоциативные вот не отдыхаешь там то надо сделать это все напоминает а тут по улице идешь ночью природа что-то можешь сделать господ бог все делает вот не надо полоть эту траву вот она сама здесь в таком равновесии находится что не надо вмешиваться когда надо сама она исчезнет новое вырастет не сажать ее не надо не как-то не облагораживать не надо зато зато какая красота не знаю на ранее видно все-таки солнце светит какая красота вот и вот такие прогулки на природе где главный это господ бог абсолют они напоминают иногда суетности и тщетности некоторых наших телодвижений надо не мешать всего лишь абсолюту чтобы все само было да где ж нам по себе сужу господи все вечно лезу куда оно само должно нет надо подтолкнуть растение растет надо схватить его и вытягивать чтобы быстрее росло да так вот вот это вот отличный совет отличный совет если есть возможность прогуляться чтобы на глазах не было вашей квартиры вашего дома вашего социума вот а была природа желательно такая природа даже не ухоженная там не подстриженные газоны а вот как она есть в своем естестве то это как ни странно очень умиротворяет и потом йога идет гораздо лучше поэтому я бы парки делал дикими то есть минимально это конечно надо какую-нибудь дорожку сделать там ну что-то по минимуму вот дальше пускай баланс системы ее держит в стабильном состоянии не вы лихорадочно пытаетесь все там удержать и заставить вот кстати беда бывшего советского человека все запретить регламентировать стать начальником вылезти там вот лезть лезть и в результате провалиться феерически это только хотели как лучше получилось как всегда вот это вот чисто философская такая вот отношение к жизни как своей собственной так и людей с которыми вы живете вот поэтому такие прогулки на природу позволят и вам осознать кстати вот да вот способ хороший способ прорекламировать у нас 25 августа по 15 сентября будет на черном море там недалеко от новороссийска брау дюрсо кемпинг йога кемпинг то есть специально выбираем место на грани цивилизации где в общем-то цивилизация достаточно близко потому что все изнеженные одно с другой стороны чтобы было максимально природа уже десятый год мы проводим присоединяйтесь цены нищебродские где-то две тысячи рублей в день но мы делаем для своих собственно это не как коммерческий проектом какой-то обогатиться вот да open yoga класс точка ком если кто-то все-таки заинтересовался и ищет единомышленников там поинтересуйтесь но я сразу скажу все очень дружественно интеллигентно адекватно но не ждите там значит этого самого как его гламура не ждите называется что все вылизано такой вот эти советский вариант советский вариант если не боитесь то вперед такс 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 сколько уже я гуляю да я чудесно гуляю полчасика все теперь можно практику сделать я смотрю даже кто-то посмотрит значит смотрите гайз я буду делать практику объяснять я ничего не буду в практику я делаю для себя для чего ее транслирую для того чтобы увидели что так можно если же вы хотите сами чего-то там научиться овладеть вот то тогда опять же open yoga class точка ком бесплатный интернет йога курсы заходите изучайте и в общем все в общем там смотрите вода и когда там будет поза отдыха она самая пользуется популярностью это когда человек лежит не двигается это просто дикий восторг вызывает в прямом эфирме самый вот типа мужик ты чего ты живой 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 правда поза называется поза трупа его почаще кстати делать тогда просмотры резко возрастают ютюбе так значит ну и как же мне теперь поступить расстелю я здесь коврик а трансляцию поставлю под новичку вчера дождик был а здесь даже кто-то что-то пишет но если сейчас увижу я отвечу если нет то говорить ничего не буду так стакс так стакс такс ну и понятно на неадекват я тоже реагировать не буду так 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 я рад всем комментариям вообще там кто-то пишет денег просит вот а вы откуда вы философ спасибо это комплимент до быть философом в наше время это не просто так кто-то там завязывай призывает меня совет советск привет ура слава народу понятно так что то там на комментариях ну в общем как обычно привет голова вот да друзья всем рад всем рад напишите гадость какую-нибудь особенно гадости а вот кто-то пишет меня благодарит вадим благодарю с вас начал изучать юг ну прям бальзам на раны потому что вот знаете если вам кто-то будет говорить да я тут такой вообще ради блага всех живых существ не ваши похвалы не нужны нужные друзья нужны вот мне они нужны они меня мотивируют че буду врачу и буду себя там корячить это чу нет почему ну потому что мы так сделаны понимаете да вот счастье заложено в этой жизни если вы нужны счастье это не от больших денег вот там товарищ мерседес просил вот я же из это из поколения такого богатеньких буратин которые на приватизации то мы однокорытники разбогатели поверьте они несчастливы а многих нет уже почему спились то есть кто-то ну в общем аккуратнее с желаниями аккуратнее да так вот огромное спасибо за за поддержку за похвалы вот они действительно реально мотивирует продолжать такс они показывают что ты еще нужен этому миру вот это всегда приятно так все газ я буду сейчас значит что я сейчас отключу я начну сейчас делать без всяких комментариев вот как есть из из блогер видео из меня что называется начинающий еще тот то занятие пока камеру пока микрофон пока . 5 10 вот не говоря перфекционизм и конечно же хочется выглядеть умным красивым чтобы все 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 это же нас заложено так коврик видно хоть так вот он коврик дальше его надо ага и и Продолжение следует... 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 Спасибо. Значит, вот, час тридцать сегодня идет, так, вот она кошка, вот она кошка идет. Так, час тридцать сегодня заняло занятька. В общем, призываю вас всех заниматься йогой. Вот, не знаете как, бесплатный интернет-йога-курсы openyogaclass.com. Ура! Продолжение следует...